Нигина, тебе 16, да? У вас перед сдачей на 4 ступень у вас перед сдачей. Я думала, что у него подрифон вызвать. Нет, не можем. Это оставляет, да? Да, складываю. Какое отличное? Да, Таня. А две духи? Политый год, это 900. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот только на улице. Четыре. Сейчас, сейчас, подожди. Татьяна, 19 лет, да? Да. Здоровая Татьяна. Не, не похожа. Я знаю. Хорошо. Одна туалетка, да? 40 лет не будет похожа. Все может заменеться. А? Все может заменеться. Типа она еще молодец. 900 рублей. Вторая туалетка? Да, вторую не продала. Ага. И... Что еще продала? Трэй. Это сколько? 200. 200. Бумажное полотенце? Нет. Заканчик? Нет? Я просто сказала, что его продавать. Можно просто продать. Ну да, 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 да. Ну что, давайте, давайте перезюмируем. Посмотрим, у кого что получилось. Поделимся опытом. Сереж, там отдышался? Да. Давай вылетай к нам. Да. Сюда выходи. Сейчас лучше рассказывай, что по чем. Давайте Сергею попробуем. Драви по-малу. Я вышел и померял. Все. Игна все. Да. Я просто бегал везде и вся. Говори по-громче, чтобы тебя камера срешу. Бегал везде и вся, докапывался на всех похожих абсолютно. У вас не будет минут, чтобы помочь им, не знаю, просто после жизни и смерти, не срочем уже давится до того, понимаете, заражения. Вот, то, что там, какие-то цены минимальные, какие-то огромные, судьба. Громче, серьезно, еще. И, как бы, что? В итоге. В итоге. Я продал фламбайент. Пускай. Потом я флюстил за 850 рублей. А должен был? Не знаю. Сколько фламбайент? 800. 800. Окей, хорошо. И люстил за 800 рублей было. И люстил за 800. Да, да, да. Да? Ну, это скидочная НДЦ, мы же не продаем на интенсиве по полной. Не, ну, да, 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 со скидкой-то он 800 стоит. Со скидкой он по НДЦ 800 стоит. Окей, хорошо. Получается, ты заработал 50 рублей, ты мне здесь все выложил, да? 850 и 800. Да. 50 рублей заберешь, они твои. Со второй туалетки ты ничего не получаешь. Еще что продал? Стаканчик с салфеткой внутри. Стаканчик с салфеткой внутри за 120 рублей. И 120 еще. Получается 170 рублей. 170 рублей и зачет по практике. А еще я начал делать заказ по 9-му, калову на 1600. Еще я сделал заказ по 9-му, калову на 1600. Ну, то есть рекомендирую, у тебя зачет по практике, сертификаты получились, если с теорией все хорошо. Ну, и с теорией точно будет все хорошо, у тебя все сухо. Клоп-клоп, молодец. А единственное, где продал-то расскажи? Ну, просто, не-не-не, название скажи, как, где продал? Шабухой на улице, мужикар катался. А одну туалетку мужику? Мужику на улице, целую шабуху. Ты идешь, так с туалетку подходишь, кто-то. А, да, точно, мне же нужно, говорит. Не берет. Как тебя говорит о том? Говорит о том, что всегда и везде все можно продать. Ты молодец, да, 50 рублей твои. Окей, Нигина, давай, вылетай там. Мы тебя тоже похлопаем. А какая разница, ты делишься успехами. Так, Нигине похлопаете, нормально. Ребята мне расскажут. Что рассказываю? Успехов твоих появишь? Их нету, пока что. Их нет, пока что. Окей, твои мысли по поводу всего этого, расстроилась, не расстроилась, обидно, не обидно? Ну, конечно, обидно. Обидно? Что дальше делаешь, Миша? Попробую еще раз. Попробую еще раз. Ладно, окей. Качайский. Качайский. Флот-флот. Для тех, кто практику не сдал, еще раз, на сертификат вы не квалифицировались, в этом нет ничего страшного, у вас еще теория. Да, теория говорит о многом, в вашем случае, по ней мы будем смотреть. Ну, а сейчас, единственное, вы на сертификат вы будете купить, но, то же самое, у Никины, у Миши, у вас следующая, четвертая ступень будет, да, то есть, которая будет, ну, как у ребят сейчас. Они бы вместе с вами сейчас пошли на практику, но они все практику сдали, понимаете, да? А у вас следующая ступень, четвертая, когда будет экзамен теории и практику тоже дозадите, проблем не будет, понятно? Тем более у вас будет время подточить скилл, прокачайте все, и еще он, Сережу больше, чем в результату Сережи сделает. Забираете, нахрен, вы продаете. Сереже еще скилл натаскает и будет выходить на саду, а у нас обтим стаканом. Сегодня оптом дешевле, пять стаканов за две шестьсот. По одному, али за две. Ладно, Мишаня, давай, вылетай. С успехами. Давай, рассказывай. Я не знаю, мне ничего не получилось. Мне кажется, было бы еще минут 15, я нашел бы того самого. Я бы его нашел. Спутника моей туалетки. Да. Я не знаю, я предлагал, я очень много пошел к организации, наверное, стучек 100. Хера себе. Нет, ну а что, они как бы расположены здесь, в центре очень близко. Я прям каждый туда-сюда, вот они кто заняты были вообще. То есть людям там предлагал всякие. Не знаю, что-то не получилось. Ну, понятно. Ну, без каталога сложно. Бывает, нормально. Прокачаешь скилл. Здесь очень важно понимать, что если один смог, то и все смогут. То, что у нас ребята по пять косарей стакан барыжили, ну, значит, и вы сможете. Просто вопрос времени. Понимаешь? Страшного ничего нет, не расстраивайтесь. Ни в коем случае не расстраивайтесь. Сереж, расстраивайся. Все нормально. Продашь ли я тебе потом. Все хорошо. Вы просто не... Это не то, что все, вас убьют, вы сломлены, убиты. Это мы не знаем. Это теории многое зависит, да? Да не парь. То есть от вас уже ничего не зависит. То есть все, что вы могли сделать, вы уже сделали. Самое главное, не парьтесь. Ну, это не то, что все, у вас жизнь обломлена или еще что-то. Ничего страшного не произойдет. Практику пересдадите по теории. Я говорю, ну, не бывает такого, что теорию, там, ну, бывает, конечно, что не сдают. Но это нужно быть физически. То есть вы бы не сделали тысячу, если бы не знали теорию. Поэтому не переживайте, давай. На четвертой ступени вы там еще с Нигиной это ждете. Все. Татьяна. Давай. Ребятам рассказ. Ну, продала, вышла, продала, все. Вышла, продала, все. Вся продала? Нет. Чопа-чопа, все. Слишком много было. Туалетную воду за 900 и спрей за 300. А должна была? Еще одна туалетную воду. Нет, подожди, смотри, туалетную воду за 900 продала. А должна была за сколько? Ну, вообще за 600. Молодец. 300 рублей. Трица рублей заработала. Вообще четко. Окей, вторая туалетная вода? Не продала. Не продала. Хорошо. Спрей? За 200. За 200 должна была? 150. За 150, да? Это получается 350 рублей ты набарыжила. А стаканчик, туалет, бумагу эту? Ну, я не продала, потому что я не продала последний туалет. Ну, хорошо, молодец. По практике у тебя за счет 350 еще сверху навалила. Вот, отработаешь фрукты. Отработала фрукты. Окей. Где продала? В ресторане. Командар? Сначала в индийском, но... Ты до Кашмир, что ли, добежала? До Кашмиры добежала? Не знаю, я не помню. Ну, ты... Нет, нет, это называется на Д. На Б. Д. Ну, как-то так. Ну, ладно, я с ним подумал, до Кашмира добежали. Нет. Ну, ладно. И? И... Еще одну в ресторане. А, в ресторане. Парестана, парестана. Ладно, молодец. Окей. Ну, что, давайте похлопаем. Ты мне денег скинула, ты забрала свои 350? Вся. Честно сработанная. Там что-то ровно надо. Что, 50 рублей есть? А там откажешься. Сдал 200. Ну, что, молодцы. Молодцы. Кто-то сдал, кто-то не сдал, ничего страшного. Ну, я вам к тому, что у меня были потоки таких ребят, которые вообще все не сдавали практику. Макс, а было такое в потоке, чтобы кто-то практику не сдал? В моем? Да. Или все сдали? Кроме меня и на дворе никто не сдал. А сколько у вас было? Блин, у нас был человек 10, наверное, не знаю, начало всего. 10 человек на интенсиве и сдало только 2. Понимаете? 2. А закончу? Ну, да, понятное дело, что потом все слились. Обычно практику не сдаешь, сливаешься или чему-рю? Ну, вы нормальные ребята, да, вы такие. Короче, все нормально, вы пересдадите за то, что у нас есть с вами еще раз друг другу клубком. И давайте ближе к интенсиву, сядьте поближе к друг дружке, мы сейчас с вами будем обстоятельствовать, будем писать, да. Разбираем свои инструменты. Сейчас у нас уже с вами пошел полностью интенсив, нам совсем нужно разбираться и успевать. Первая тема у нас какая будет, запишите, о ней мы говорили на инструкторском водном обучении. Не инструкторской водной. Но сегодня мы ее тоже рассмотрим, чтобы вы знали. Например, данная тема была первым вопросом в сертификации ребят, которых вы сегодня видели. Кстати, они написали, ушли уже. Больше всего, даже нормально. На итоговый у вас будет целых 35 вопросов. Окей, первая тема, запишите обязанности руководителей. Обязанности руководителей. Мы сейчас с вами все подробно распишем, чтобы у вас удобненько было. А дальше уже перейдем к темам клиентской базы, как она называется, ступень. Обязанности руководителей. Приходим, кто садит, все сделаешь? Времени много я делаю, но очень много все на это время. Вообще пока его нет. Но мы уже много прописали. Окей, не разбился. Они не бьются. Бьются, у меня сразу пачка бьется. У меня не бьется, а потом я был как-то, когда просто упал, разбился, я аж расстался. Ну ладно, давайте вспомним, давайте вспомним, какая первая и самая важная и главная обязанность руководителей. То есть вас. То есть сейчас ваша обязанность. Пробировать этих. Этих? Танцеданов. Этих галликов. Нет. Еще. Ну это недалеко от меня кушали. Обучать. Обучать. Да, но это не первое. Приносить пользу. Приносить пользу. Ну как определишь, принесли выводить. Ну как, сколько групп я задал за Б. Ну да. Но это не ваши сейчас обязанности. У вас есть первая и главная, основная обязанность. Я на ней говорил. Отчитываться. По-другому. Вести отчетность. Хорошо. В другую сторону ушел. Проанализировать. Проще. Говорить. Говорить. Не настолько. Вот первое, что вы должны делать, ваши обязанности. Слушать, слышать. Выглядеть хорошо. Выглядеть хорошо. Это все абстрактное понимание. Вот то, что у вас, грубо говоря, сейчас задокументировано, что вы должны делать. И если вы не будете это делать, вам будет а-та-дашечка. Все просто, на поверхности элементарно. Подсказка. Подсказка. Общаться. С кем? С консультантами. С вами. С кем общаться? С лидерами. С высшестоящим, но... Как называется обязанность первая? С наставниками. С наставниками. Молодцы. Ежедневно звонить наставник. Мне кажется, на инструкторской воде кто-то слушал жопой. Не-не, я-не, вы это молодцы, вы это правильно сказали. Первая обязанность ежедневно звонить наставник. Зачем? Ваше предположение. Зачем еще звонить наставник? Делиться опытом? Нет, не, типа смотри, что я сделал, можешь делать так же, да? Возможно, получение критики и калибровка своей работы. Правильно, но немножко по-другому. Получение обратной связи, запишите. За обратной связи. Что такое обратная связь, понимаете? Да. Что это? Когда ты говоришь, он тебе говорят, что это все объединяется, он будет просто спросить. Да, обратная связь по каким-то действиям бывает. Тут, например, то, что сейчас, я не знаю, две крайности проявили. То, что Нигина с Мишей не сделали план по практике, какая обратная связь, сертификат не получите. Ну, плохо, правильно? То, что Сережа и Саней сделали, какая обратная связь. Молодцы, хорошо выполнили. Понятно? Это две крайности. Есть хорошая обратная связь, плохая обратная связь. Но звоните руководителя для того, чтобы получить обратную связь по своим действиям. То есть позвоните, сказать, руководитель, я сегодня сделал наставник, я сегодня сделал то-то, то-то, то-то. Хуйней ты или нет? Ну, если по-простому, да? И он говорит тебе, это хорошо, это плохо, над этим наработано. Окей, зачем еще звонить? По ответам вопроса. Естественно, по вопросам. За ответами на вопросы. Запишите. Это, чтобы вы понимали. Звонить нужно ежедневно. Выработайте себе привычку, звоните каждый день. Если этой привычки не будет, будет тяжело. Обычно времени больше уходит на понимание всех вещей у тех ребят, которые не связываются с вышестоящими. Вот это главная проблема. Я начинаю думать, что у меня самые большие яйца, и я справлюсь сам. Ни хера. Я это понял на том, когда, в моменте, когда у меня на инструкторском инститиве сидело 11 человек. Моих, лично. Я вывел 11 инструкторов. Я посчитал, что они уже самостоятельные, боевые, типа, сделают еще баллов, все у них там. А получилось так, что на следующий каталог из 11 остался один. Понимаете, посыл? Я не хочу, чтобы было так с вами. Потому что некоторые вопросы вы не сможете решить. А, возможно, вы их решите и станет еще хуже. Понимаете, к чему я? Поэтому обязательно звонить наставнику. И чем чаще, тем лучше. Кому звонить? У вас есть потрясающая цепочка вышестоящих, которым вы можете общаться по всем вопросам. Например, Максим плюс я. Например, Блюда Максим плюс я. Например, Антон плюс я. Например, Сережа плюс Света. Понимаете, да? Плюс я. Каждый из вас может звонить мне. Это важно. Плюс есть другие руководители филиалов, с которыми вы можете поддерживать связь. Единственное, если вы перестаете созваниваться и делиться своими результатами, это очень сильно выбивает сколеи из работы, и все может пойти по одному плохому месту. Пошу тянет? Отлично. Хорошо. Вторая обязанность. Пошусь. Цифра 2. Угадайте, какая. Фильдан? Нет. Да, но не вторая. Да. По-другому. Лидерский клуб. Ну, эти бонус-балы, короче, заработали. Да, лидерские минимумы. Как это звучит? Ну, какая-то звучит. Есть товар. В неделю мы что сделаем? Минимум. Баллы мы должны сделать. Ага, это как называется? Абсолютно точно. Напишите. Выполнять план. Вторая обязанность – это выполнять план. Ну, инструкторской водной вы ничего не помните, что было, да? Да, я слышал. Да не, молодцы. То, что мысли в башке есть, это уже хорошо. Если Таня еще начнет говорить, будет вообще потрясающе. Мне периодически кажется, что она не умеет. Окей. Планы. Выполнять. Выполнять план. Планов два – по. Почему? Планы. Планы. Планы по ЛК. А, по ЛИ – это лидерский клуб. Личные. Ну, как это называется? Ну, как? Как? Личные бонусы. Ну, как? В простом. По-русски. Пробитый клуб. Вы, план по, вы занимаетесь чем? Продажа. О, план по чему? Продажа. По продажам. У вас есть план. Первое. Нужно выполнять план по продажам. Выполнять план первое. Продажи. Какой план? Ну, в зависимости от пробитых бонус баллов, команды. Красавчик. Очень точно. Ну, и что там? Ну, сначала 650, потом 500, потом 400, потом 200, потом 0. 200 нет. 200 нет, есть. Ну, 0. Окей, все правильно. Теперь, где, когда и зачем, почему. 650, до когда? До 3000. До 3000. Вот очень правильно сказала, ты правильно в сторону пошел, не кинул очень точную точку зрения выразила. Объясняю, запишите себе. Выполнять до конца первой недели каталога. Да, лучше, когда вот первый день. Воскресенье. Воскресенье прошлой недели еще. То есть выполнять план. Чего там пишите? Выполнять до конца первой недели каталога. Это ваши обязанности. То есть заниматься продажами не весь каталог, не круглогодично, а выделить на это время, заниматься продажами, потом заниматься работой с людьми, потом заниматься их обучением, а потом считать лавешчик. Придти домой делать так. Илья, я любил в детстве делать, берёшь это? Ну как в детстве, мне было 18. Почему я сейчас так не делаю? Ну ладно, понятно? Окей, до конца первой недели. Это важно. Лучше, быстрее. Давай, договариваемся. Что договорить? В зависимости от процентного уровня. Ну, до 3650. Вот, до 12% запишите. На 15. 12% включительно. Я вам говорю включительно, так проще. До 12% включительно 650 баллов за первую неделю. Окей, дальше кто скажет? Ну, потом 500. Когда? 15% запишите 500. В процентных уровнях шарите? Что шарите? Ну, что, что? Ну, хорошо. 150, будет баллов 3. Давайте поиграем. Найдите где-нибудь что-нибудь, где можно записывать, чтобы не отвлекало обязанности. Где-нибудь там сбоку на полях или ещё. Давайте поиграем в игру. Первый процентный уровень какой? 0. Молодец. Что нужно сделать, чтобы быть здесь? До 150 баллов. До 150 баллов. До 150 баллов. Да, отлично. Я вахую. То есть вы меня сейчас начали очень радовать. Потому что я вот это узнал, когда директор. Ну, старший банк. То есть я вот процентный уровень я только выучил. Ну, когда уже старшим менеджером был. Потому что я там вообще не шарил. То есть это ужасно. А что за 9 0 1 5? Это О. Это мой почерк, невероятный. Если что-то непонятное, я буду переводить с древней латыни. Это Д. До 150 баллов. Окей, следующий процент. 3. 3, молодцы. Можете хором говорить. Еще наша задача сегодня. Очень важно! наша главная задача сегодня научить Таню говорить! Допоннили? Какая у нас задача? Научить Таню говорить! А это и ПТ. Научить Таню говорить! Может она тоже скажет? Научить Таню говорить! Ладно, 3% 150-450 150 бонус баллов вы делаете Следующий процент 6 6 450 бонус баллов Вы лучше записывайте Если знаете Базара 0 Если не знаете, лучше записать Чтобы у вас это было Благо тетрадки есть Следующий процент 9 900 бонус баллов Дальше что? 12 1500 1500 1800 1800 Да, нет, 1500 Окей, дальше 15 15 3 ровно Да, 3000 ровно Откуда вы это все знаете, скажите мне Не знаю Водитель вроде говорит Вот, давай Он сказал мне в первый день, чтобы я сделал 3000 бонус баллов Правильно, нормально, я так тоже всем говорю Это в анализской ступени будете изучать Если мы будем делать 1000 баллов А не 500 будет быть Это же консультант Вы по себе запрещали, нет? Да Да, кстати, в первой неделе Ты им говоришь 3000 баллов Ты такой Бля, это много, давай хотя бы две Ты такой Я не знаю Кому так грел сделать 300 баллов На две Правда потом, когда они начинают общаться с другими консультантами Они такие Ааа, я 100 баллов собрал Такой Что на хуйня, мне 3 баллов, 1000 баллов Да Ааа, мне 1000 Ааа, мне 1000 То есть консультанты это такая Вы сейчас Я уже буду говорить вам о них честно Хотя вы ими только вчера были Но вы уже поймете, что мы думаем о вас Ладно, окей 18 18 Ага 5 ровно Да Да И тюня Окей И? 22 27 Да, молодцы Отлично Чего Таня ничего не говорит Игра? Нормально, смотри Она То есть крепит Никогда не оставайтесь на 18 Не очень Таня Ладно Ааа, окей Так, стопись Будьте либо на 15 Либо на 22 Ааа По циферкам, понятно Давайте, поехали в ВМК Ааа, объясня Почему Вот Вот до этого уровня Вот до этого уровня 650 Мы бьем 650 бонус балл Доверие 500 Где? До 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 Да, 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 правильно 500 Дальше Ну, 400 Где? Между 18 и 20 Между 10 Да, да, да Хорошо А дальше Сколько? 400 400 Окей Дальше Да, здесь вы имеете право Если не пробивает Ну да, если не пробивает Ну да, если не пробивает Там весело, конечно Значит Это уже потом Объясняю По данной политике Почему До этого уровня Ты бьешь Такое количество баллов А потом меньше Потому что у тебя Союз Союз Норма по продажам Угу То есть Ваша задача выполнять Планы Да, нормы Вот Первая норма Первый план Это план по продажам План по продажам Какой? До конца первой недели Вот количество баллов Если вы не делаете это То То Мы Да Вас переводят обратно В консультанты Почему? Ну что за плохо Мы Это штраф Это штраф Ну да Так называемый штраф Да, Макс? Потому что если ты не делаешь продаж У тебя нет бабла У тебя нет бабла Это вторая причина А самое главное Третья Чему ты учить консультанта будешь? 100 баллов пробивать Понимаете? То есть Чтобы чему-то Обучать Нужно что-то уметь делать Тыщу баллов Можно стоять случайно Можно не случайно Но и следующий каталог Ты не делаешь баллы Это два варианта Или ты не умеешь их делать Или ты сделал случайно Да А когда у тебя есть определенная норма Ты это делаешь Ты в коллективе Понятно? Плюс на мнение Было такое Что не было вот этого ЛК Было Что было? Хаос в коннеле Ну Было в РАУ Тот же самый хаос То есть в офисе было до хрена лидеров И самый прикол в том Что все считали все лидеры То есть у них не было ни продаж Ни команды Но все заходили с таким видом Что типа Дыши сделал пять каталогов назад И еще пятьсот За старшиеся пять каталогов Постов каждый Ты мудай Давай Сможешь какие Сможешь Ну вы поняли, да? Был полный пиздец Люди становились И дальше не становились Поэтому нужны ЛК В первую очередь Для вас Чтобы были мани Чтобы можно было купить себе Покушать Тут к примеру да К примеру Покушать Это очень сильная вещь Окей, хорошо Еще есть Планы Выполнять план План по продажам И выполнять план по По людям Да, запишите План по людям Пять хвориков Пили Пили А ты на инструкторской Водной боджа Да Люди Хворик Активные 100 баллов Которые делают по 100 баллов Да Хворик Это квалифицированный рекру Человек, который за каталог Пробил 100 бонус баллов И больше То есть План по людям У вас какой? Пять хвориков И один инструктор Или Один инструктор Вот это для слабаков Ну для вас для начала Окей Спасибо Почему? Когда вы там три лидеры Ты с ними работаешь Тебе проще делать квалифов Посыл какой? Ваша задача делать инструкторов Потому что если вы не делаете инструкторов Вы не растете Понимаете? Вот Когда есть вы один Сколько человек в вашей структуре Набирает персонал? 10 Один То есть только вы Только вы набираете А когда у вас есть вы И еще один инструктор Который вышел в этом каталоге В следующем Сколько людей будет набирать персонал? Да Вы понимаете? А из пяти квалифов Есть вы И у вас пять квалифов Сколько в следующем каталоге Будет набирать персонал? Один Один Почему? Потому что это пять квалифов Потому что это не только пять квалифов То есть это для слабаков Это для тех Мне тяжело Это куда-нибудь Тысяча баллов Так много Давайте хотя бы двести Ну что-нибудь в этом Да? Вот Это нормальная тема Поводить инструкторов Пять квалифов Это для перестраховаться Вам для начала В этом проблем нет Но если вы видите И чувствуете Могучесть своих инструментов Так назовем Вот сюда Понятно? Понятно Окей И последнее Это третье Это у нас какая была обязанность? Вторая Вторая обязанность Первая обязанность какая? Ежедневно звонить Наставник Отлично Да Да Ещё раз Ежедневно звонить Наставник Ага Вторая обязанность Как это будет? Вторая обязанность Выполнять план Ага А какие планы у нас с вами бывают дети? План по продажам План по продажам А второй план по План по людям Молодцы мы Хорошо Отлично И последняя третья обязанность? Утром и вечером Так что это да? Последняя Третья Заниматься саморазвитием У этой обязанности нет какого-то конкретного показателя Здесь нет момента, который мы контролем и за которым мы вынижаем Но я хочу вам дать понять один простой момент Человек, у которого есть что-то в голове и развивается Если он развивается, он всегда растёт Чтобы вам стать директорами, вам придётся перестать быть теми, кто вы есть сейчас Понимаете? Не понимаете? Понимаете? Не то что читать, а голову качать То есть иногда голову качать это не книжки, а что-то иное Что для вас это будет качать? Например, меня в свое время очень сильно спорт качал Потому что он прививал мне дисциплину Да любой То есть даже в зал пошли Ну футбол, американский футбол, конечно Но очень сильно прививает Ну понятное дело, что профессиональный спорт очень сильно прививает в тебя И весело, когда ты бегаешь и плюёшь А в другой момент, когда ты в тот же самый зал ходишь Тебе это сила воли увеличивается Да? Морально-волевая дисциплина И когда ты идёшь работать У вас будут такие моменты, когда вас прёт работа То есть ты приходишь такой Маленькая бабочка И люди Люди Давай, мы должны с тобой стоять Ты будешь директор Ты будешь А ты не будешь А ты не будешь Ты будешь Практикум И всё зависит Ты будешь А иногда ты приходишь Смотришь Ваша задача вот в эти моменты Что научил меня спорт Всегда ты будешь директором Потому что у тебя нет права прийти сюда и сказать Теперь раз я устал, я не могу Мне тяжело бывает жить в семье У меня нет такого права У вас это тоже не должно быть Это не книжки-привив Это спорт-привив Да, книжки тоже сильно качают Да, образовательные учреждения тоже сильно качают Там в дисциплине У меня сильнее всего в сторону Да Лично прерываю Потому что после меня взрывает нос Все же в сторону Да, да, да Это абсолютно правильно И ещё раз Чтобы стать директором Вам нужно перестать Быть тем, кем вы являетесь Просто ради примера Я вот вчера У меня было не уступки Планы, мысли там Построить Сильно мало постал Такой час, наверное, бывает Вот И Я Что-то Вообще Не уснуть было Когда уже хотел Мне нечем было заняться И в инстаграм зашёл И Мне настолько было скучно Что я отмотал В самое начало Что Сурят Да На 2012 год А мне 2012 год? Вот сейчас бы Вот сейчас бы Я бы такие фотографии не выложил Понимаете, да? Я смотрел и думал Сука И вот даже сейчас Очень большие параметры Да Тогда я не был директором Сейчас я хоть кем появляюсь Абстрактным Просто понимание того Что Тогда была голова такая Пускай это абстракция Это фотографии Мать вашу Но я уже здесь понимаю Что там У меня в башке-то не особо много было И иногда я задумаюсь Почему у некоторых людей Нет ничего в мозгу Да? Нет ничего в голове И вот сейчас я имею право Перенести в 2012 год И сказать, что был таким же идиотом Поэтому начинаешь относиться К людям по-другому Короче, саморазвитие Книжки, видео, аудио Какие-то тренинги И так далее и тому подобное То есть для того, чтобы стать инструктором Вам нужно было стать другим человеком Заметли, что вы изменяете? Да Научились делать продажи Общаться с клиентами Какие-то ложки раздавать Да? Какие-то мысли свои выражать Одеваться хорошо Ну, может быть, уже начали замечать это все И для того, чтобы вам стать директором Вам нужно будет прокачаться еще сильнее Это третья обязанность Все Обязанностей больше нет Какие вопросы? А, по саморазвитию Что написали? Запишите себе Зачем И для чего Читать книги Норма Хотя бы одну Девяносто дней В три месяца Одну книгу хотя бы Дальше Смотреть развивающие видео По поводу видео По поводу видео Что советую? Вот очень важно Вы сильно будете расти как лидер Когда вы будете выступать Потому что вы будете вести мероприятие И заниматься тренерством Коучингом Обучением Понимаете? Да? Поэтому Уже Пытайтесь Проситесь Чтобы вас поставили На встречу группы Чтобы вы уже что-то лялякали Учились Если страшно это делать Это еще лучше Я ссался как ребенок вообще Дикий То есть первое моё Ну я помню первое выступление Но было нормальное Я просто перепутал слова Но я потом комплексовал По поводу этого неделю Типа Я сказал маркетинг А не маркетинг Ну что-то в этом роде было Типа Она зачировала Мы И ты сидишь Н��면 А потом ты провел одно Другое Выступил на Ухюло Тучинéis 快 На большого количества людей И тебе в принципе Ничего не страшно Учитесь выступать Мой советский директор Наталья Власова Она сказала Очень правильную вещь Деньги на сцене Я её видел 3 раза в жизни И они Деньги на сцене Что лучше ты Выступаешь Чем больше ты зарабатываешь Понятно? Потому что Чем лучше вы здесь Ну лякаете тем легче вы сможете лякать сел-то-сел это что касается видео какие смотреть запишите Радислав Гандапас это вас в сферу ораторства я запускаю Радислав Гандапас там у него много все ораторское комасутра харизма лидера и все остальное тему очень важную можете начать харизм далее, чего еще советую посмотрите Филипп Богачев это вам просто, да, на наброски чего как Филипп Богачев Гандапаса кто-нибудь знает? Филиппа Богачева вот Филипп Богачев вам зайдет потому что вы ну это еще маленький, так скажем когда я был малой, я вообще доходил от просто он прям втирает вот действительно правдивую жизнь правдивую ситуацию он им столько похер он вместе с Ловой проходил курсы блин, какого, забыл мы конкретно какой-то гипноза и нелперские моменты вот чел, распутился, классно все с ним он реально втирает правдивую дичь он говорит, да, вот часто мне люди говорят, что добились многого зарабатывают много денег у них все есть им больше чего не надо у меня к этим долбоебам возникает сразу пару вопросов что дорогой мой бизнес-класс какой компании ты предпочитаешь при переводе? как зовут водителя, который возит твою бабушку на Росоизе за хлебом? а вот вы играли три двенадцати и в треннадцати и вот он вот так травит и реально по факту и ты всегда начинаешь задумываться, что ну вроде ты чего-то достиг, но у тебя бабушка не на Роллс-Ройсе в магазин ездит понимаете, да, посыл? и вот у него такой классный момент на пас ораторство обучат Филипп Богачев голову на место ставит то, что есть очень много моментов, которые можно стремиться зарабатывать деньги третий момент, который последний вам дам, это БМ БМ Бизнес-молодость вы про это, наверное, слышали? нет? это не слышали смотрите, у них очень много техник уровень нормы, голова, ЛТКЗЯ и все остальное они вот прям молодые такие ребята, которые очень сильно... они ржачно рассказывают то есть о таких сложных, волшебных вещах ржачно то есть, типа, что сделать за неделю, чтобы не взорваться и чтобы была одна основная задача они там рассказывают должна быть техника голова то есть тебе нужно перестать думать о монашке с пятого подъезда о полике с четвертого этажа что у вас там что-то должно быть о рефератах, о всякой остальной поеботе ты должен, так сказать, сконцентрироваться на одной задаче там, это или ЛК, или Рекрут, или еще что-то, и бомбить вот это что вам по саморазвитию ага? да ага, хорошо тема закончилась следующая тема запишите себе плавный уход от заработка с продаж плавный переход плавный переход от заработка с продаж к заработку с группы что такое группа? плавный переход от заработка с продаж к заработку с группы Есть пару причин, почему люди уходят в ActiveSale Group. В вашей жизни будет это. Вы уже, наверное, это замечали, пока вы были консультантами, что кто-то был консультантом, а потом вдруг блять не стало. Куда он делся, хер знает. У меня это было, у вас это было, это было у всех и будет у всех. Тут несколько моментов, несколько причин, несколько гипотез. Как думаете, почему, еще раз, плавный переход от заработка с AdSale-продаж к заработку с группы? Что такое группа? Это ваша команда, ваша структура. То есть, когда вы будете директорами, вы не будете делать продажи. Вы будете получать заработок со структуры. Понятно? В группа. Вопрос. Как думаете, почему люди уходят из ActiveSale Group? По каким причинам? Не справляются. Не видят денег, сложно, не справляются. Основных причин несколько. Первое, это поводки. Первая причина, почему люди уходят от поводки, чтобы поводки, он, наверное, знаете. Не совсем, наверное, знаете. Нет, поводок. В прямом случае, нет. Руба. Постоянно. Да, да, да. Но поводок, то, что он как бы наше одевается, значит, что-то утягивает их. Школа, работа, семья. Собачку, ты уходишь, она бежит и начинает какашку есть. Что вы с ней сделаете? Поводок используем. Да. Никто не знаю, что это волшебная какашка была. Никто не подумал, что это не какашка, а палочка или бутылочка. Понимаете? Объясняю, что такое поводки. Вот когда человеку мало лет, стоит рассказать про то, что выводок, Макс? Или это кондивенциально? Мелкого. Мелкого. Да, можно. Короче, вот когда ты маленький, у тебя очень много поводков, которые тебя тянут. То есть это обычно до восемнадцати случается, поэтому обычно ребята, которые меньше восемнадцати, они редко чего-либо достигают. Все семнадцатилетние управляющие партнеры обычно. Да, в этом прикол. То есть я в семнадцать приходил, Кирилл в семнадцать приходил, Костя в семнадцать приходил. Людмей точно в семнадцать приходила? Да. Да и я не был в семнадцати, скорее всего. Никитина? Да. Не знаю, но вряд ли. Нет, точно нет. Ну, короче, понимаете, да? В семнадцать лет есть примеры. Вот из тех, кто висит здесь сейчас, чтобы вы понимали, все приходили старше восемнадцати, кроме Дианы. Диана приходила в шестнадцать. Все приходили старше восемнадцати. Все приходили старше восемнадцати, кроме Кирилла, Костя и меня. Ну, то есть чаще всего поводков нет у тех людей, кому возраст позволяет. То есть когда ты можешь сам принимать решения и думать своей головой. Когда тебе мало лет, первый поводок это какой? Родители, да. Ну, это нормально. У меня так было. У меня так было. То есть когда тебе говорят, иди учиться. Если ты ничего не можешь сказать, объясни, четко поставить, и идешь учиться, все. Тебе вот тянут, говорят, это все херня. Если ты не можешь объяснить, все, поводок тебя утянул. Это все кидалово. Если ты не можешь объяснить, да. Это все секта. Вот этих поводков со стороны родить немного. У меня было, домой приходишь поздно, это твое укоропничество, ни к чему хорошему не приведет тебя, это несерьезно, это секта, это кидалово. Ну, вся вот эта классика, да. У меня просто я уже мог думать с ранних лет, то есть лет в 15 я уже был самостоятельным, и я мог принимать решение, что такое хорошо, что такое плохо. И когда мне что-то говорили, я фильтровал это, то есть пропускал через фильтр. И вот когда мне говорили, это секта кидалово, я в первую неделю работаю, я говорил, да, заебись, посмотрим через неделю. Через неделю у меня были деньги. Через месяц я и по-третью себе купил, просто потому что ты еще 152 балла сделал, хорошо поработал и не проебал деньги. Так, Саша, все. И на меня эти поводки не влияли. Не влияли. На вас могут влиять, могут не влиять. Не знаю, вот мы и посмотрим. Девочка в структуре была в Москве у меня, Виктория Масликова, 17 лет. Под ней было два директора. Она была золотым директором открытой квалификации. Она зарабатывала 120 в месяц, 17 лет. Сейчас работает 5 в 7. За 30. Потому что поводок. Видимо. Насколько я знаю, я могу ошибаться. Понимаете посылку? И таких примеров их дохуя. Ну, мне по-другому не грузится. Вот сейчас пример. С вами человек сделал 1000 баллов. Денис. 15-летний. Ну все. А? А где он все? Он не уехал. Его забрали. Все, он не работает. Он страшно ехать. Ну, его мама. Ну, он сначала должен был ехать, все, а теперь... Ну, если нет, нет. Его позвонила, никуда он не вернется. Его мама позвонила Максиму, все. Все, парень никуда не вернется. Не, мама запретила работать. Точно. Это вам тут свеженькое. И свеженькое. А у меня так было? Было. У вас, наверное, так тоже было. Вопрос в том, насколько сильный поводок. Если ты что-то можешь аргументировать, проблем нет. Это первый момент, почему сливаются люди. Поводки. Откуда еще поводки бывают? Бывает девушка, тетяня, говорит, это все херня, блядь. Косметика, хуйней занимаешься. Бывают друзья, тетяна. Забей, пойдем. Бухает, нахер, тебе это надо. Вот вышку по ловочке сделаем. А, да. Школу, университет. Вот какой поводок самый сильный, тот и переведет. Вот самое главное, и то, чему нужно научиться, запишите себе где-нибудь обрезать все поводки. Вы это поймете буквально. Обрезать все поводки. Это одна из главнейших задач ваших. Я не к тому, что нужно сказать, мама, пошла в жопу, бля, я нормально остаюсь, заберусь. Не надо так говорить, это неправильно. Я так не говорил. Я просто пропускал все через время. Я говорю, дайте мне время. Мне не давали его. Через месяц был ИП. Через полгода, еще у меня было, через полгода. Старший менеджер. 56 штук, я думаю. А, вы что ли? А? Или это с пистолетом? Нихера. Первый год. Ну, то есть, когда вот ИП, они говорят, да, нормально, но нужна вышка, стабильность. Родители за вышку переживают, больше всего из-за стабильности. То, что ты вырастешь, не бомжом будешь нормальным человеком. Да, то, что вышка с СССР пошла, это я не буду сейчас принимать этот разговор. Ну, просто, да. Когда 56 придет, говорят, хорошо, но это единое время. То есть, когда я стал руководителем, я говорю, пап, я хочу стать этим тренинг-менеджером. Он говорит, хорошо, но для начала тебе нужно отучиться, получить, закончить вышку, получить диплом, и тогда можете сделать руководитель. Я говорю, пап, я стал руководителем, как ты считаешь, ой, я стал тренинг-менеджером, я хочу стать старшим менеджером. Он говорит, хорошо, но тебе нужно отучиться, получить вышку, и тогда, может быть, ты будешь. Я говорю, блядь, пап, вот стал старшим менеджером. Ну это время проходит, понимаете, да, еще два слова. Я говорю, папа стал старшим менеджером, хочу делиться. Он говорит, о, ну теперь ты точно тебе нужно закончить школу, закончить вышку, получи диплом, тогда ты можешь быть, ну, блядь, сейчас у меня вовсе. Сейчас мои обороты от пяти лямов в месяц. Когда закончилось все, потихоньку, вот первый этап месяц, первый звоночек, что ага, нормально, но хер знает стабильно нет. Полгода, ага, 56 штук, нихуя себе, в 17 лет 56 штук, это как зарплата одного родителя хорошего. В большинстве случаев двух. Прошел год, я съехал в хату за 45, где подогрев полов и куда родители приезжали, охуевали, потому что там две комнаты и коридор такой, что обосраться можно было. Туда можно было, блядь, импики там проводить можно было, у меня в квартире вообще бы четко было. Тачка, путешествие, и все потихоньку, потихоньку, все, через год вопросов не было. Потому что было жилье, была тачка, ну, была вся дичь, которой хотелось. Да, минимизировано, потому что там заработки до сотки были. Ну, сейчас, ну, ну, какие вопросы могут быть? Со стороны кого, блядь? Я не про родителей, сейчас я, наверное, уже ближе к друзьям, потому что были еще такие моменты с друзьями. Друзья, позвольте, понимаешь? Бывали такие моменты с друзьями, что херней занимаешься, фигня. Сейчас они мне вещи продают, я об этом рассказывал. Я с ним. Понимаете, да? Ну, то есть, какие вопросы могут быть? Чем быстрее ты отрежешь эти поводки, тем лучше. Вот, когда родители успокоятся, когда вы будете себя обеспечивать. Можете себя обеспечивать человеком на 12, 15, 18? Да нет, честно скажу. Ну, то есть, это херня. Чего будете 40 зарабатывать? Сможете себя задержать? Ну, нет, если будешь жить в коммуналке в комнате и питаться так раз через раз, единственное удовольствие ваше будет, это посмотреть кинчик по телевизору, который там будет, да и купить там колбаски, что вкуснее было. Туда, наверное. Ну, чтобы себя содержать, ну, согласись, ну, 50 это минимум, в лучшем случае. Вот это первый момент, почему уходят люди. Это поводки. Второй момент, почему уходят люди, это недисциплинированность. Что такое недисциплинированность? Это когда ты думаешь, что ты бог, а на самом деле у тебя вот так. Ну, вот так максимум. Ты думаешь, ну, а сейчас отыграешь, и туда-сюда, туда-сюда, по факту. Ну, то есть, у тебя нет результата. А нет результата, потому что ты ленишься, не выполняешь обязанности. То есть, если вы не будете выполнять обязанности, у вас не будет результата. Понятно? Ну, и третий момент, почему уходят люди, это не видят мотивации. То есть, нет денег. А нет денег почему? Потому что нет результата. А почему нет результата? Потому что нет дисциплины. И вот эти моменты, они основные. Это вам ответ на вопрос, почему люди уходят. Поэтому я хочу несколько моментов. Первое, чтобы вы обрезали проводки. Второе, чтобы вы работали на своей дисциплине. А третье, чтобы вы работали так, чтобы вы видели деньги. И задавая вам вопрос, сколько вам нужно зарабатывать в месяц, Я хочу, чтобы вы на него сами для себя ответили и понимали, что если у вас сразу не будет команды большой, а ее не будет первое время, потому что вы еще обучаетесь, вам нужно делать хорошие продажи. Понятно? Я делал почти тысячу баллов в каждой каталоге покупателя. Почти каждый. Потому что мне нравилась работа с клиентами. Если вам не нравится работа с клиентами, это плохо, надо что-то менять. Понятно? Потому что вся вот эта ваша карьера здесь – это продажа. Сначала ты продаешь косметику, потом ты продаешь работу, потом ты продаешь карьерный рост, потом продаешь свой стиль жизни, потом ты продаешь мечту. Сначала мечту, потом стиль жизни, потому что буду жить так, как люди будут ходить. Вот я когда был консультантом, я хотел быть как Вова, как инструктором как Вова хотел быть, тогда руководителем тоже. Сейчас я не буду говорить, что я хочу как Вова, потому что я так же живу. Ну, на первых этапах я хотел, потому что я видел, какие у него вещи, а сколько у него вещи, как он живет, куда он путешествует, сколько у него альбомов путешествий ВКонтакте. Я это все видел, я говорю, блядь, я так же хочу. Это был пиздатый пример для меня. И другие ребята. Понимаете посыл, да? Сейчас у меня там уже другие приоритеты, да? То есть хочется ламбу и все остальные дела, но на первое время мы теперь ласим. И вот я хочу, чтобы вот первое время вы зарабатывали столько денег, сколько нужно. И большие продажи у меня были просто потому, что мне нужно было себя обеспечивать. Мне родители сказали, работаешь? Все, работаю. Мне перекрыли доступ к деньгам. Мне говорили, нужны деньги, зайди, жи. Да, сколько хочешь, бери. Я все оплачивал сам. А у меня один день стоил обычно рублей 150. Это если я не ел. Это приехать на тренировку и уехать. Ну и, короче, еще что-нибудь там дальше купить. Какой-то сборочек, чтобы не сдохнуть. Вот. Ну, было бы обычно так. Так вот, плавный переход от заработка, с продаж, к заработку с группы. Нужно выяснить, какая минимальная сумма вам нужна за месяц. Вот какая сумма за месяц вам нужна, чтобы вот было нормально. Не то, что я бомжую, выживаю. И не то, что я поживаю, колен каждый день. Что, консультантка Лариска, набухать ее каждый день, чтобы мы с ней ходили в кино. Ну, вот эта минимизированная. Не то, что я ей фун подарил. Потому что она хорошая очень. Да, то, что, ну, какие-то минимизированные моменты. Окей, сколько нужно вам в месяц? Вот сейчас вот нужно ответить. В среднем, чтобы, ну, нормально было. Нет, 50 это жир. То есть, на 50 ты себя можешь содержать, понимаешь? Вот нужно, чтобы не так, чтобы ты дошики жрешь. То есть, не 5 тысяч рублей. А чтобы, ну, вот так. Нормально. Ну, 40. Ну, дохера. Ну, сколько вы зарабатывали максимум? 20. 23. Сколько максимум зарабатываете? Вообще, в СД? Да, вообще. За две недели около 40. 40, это утром. 20 с чем. 20 с чем-то. Наверное, да, 26. 26. 20. 40. Получается, в среднем, что это 25 тысяч. 25 тысяч рублей. Объясняю посыл. Вот, нам нужно рисовать с вами график. Вот это, это деньги. Вот это, это время. Справились? Согласен. Согласен, директор. И месяцы. В среднем, в среднем, 6 месяцев более чем достаточно, чтобы осознать, что почем. И выйти. Максим, на какой месяц, на 22? 6-й. 6-й закончился. Ну вот, 6-й. У меня тоже 6-й получилось. У меня середина 6-ого. В большинстве случаев полгода достаточно, чтобы дорасти башкой. Но это было давно. Сейчас это можно сделать быстрее, намного, если все правильно делать. Намного. Я знаю, Маш, ты у него за 61-й день. Но, по факту, с момента принятия решения, я сделал это за месяц. Ну, вот это очень правильно Макс сейчас сказал. То есть, есть момент, когда ты в СГ попал, а есть момент, когда ты осознанно понял, что тебе нужно ебошить. Это разные моменты. Вот если брать все мои 5 лет рабочих, то из этих 5 лет, наверное, осознанной работы было максимум полгода. Понимаете? Осознанный момент, когда ты говоришь, я ебошу. И ты ебошишь. Вот сейчас я не ебошу. Ебошу, это если бы я здесь был с утра до вечера, то все время, кстати, так и получается. Ну, это так, у меня просто выпал день, сейчас я в расписании, я веду. Это моя зона ответственности, мои обязанности. Вот. Ну, так я просто объясняю вам, когда ты даешь элемент ебошить, максимум полгода. Маш на 61-й день сделал. А Ганес Маргариан, который управляющий Ростов, на 60-й. Девочка там у Маши какая-то на 31-й, на 22-й вышла. Понимаете? На 750-2. То есть все это возможно. Нет никаких рамок, нет никаких вот этих вот оправданий, то что может, не может, получится, не получится. Все, что вы хотите, уже получалось. Вот девочка Палина Денисова, тоже у Маши в Москве, она сделала за 12 дней 7500 баллов лично. Ну, раздавала. Да, раздавала. Понимаете? То есть нет никаких рамок в этом случае. А некоторые люди за 3 недели 650 баллов не могут пробить. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Объясняю. У вас есть уровень заработка, у вас есть 2 момента заработка. Первый заработок это продажи. Это откуда вы получаете деньги. Сейчас это ваш основной заработок. Как считать деньги, будем разбираться на второй ступени интенсива. Пока так. Есть второй момент. Это угадайте, что. Первое, вы получаете деньги с продаж, второе, с 40. А, ну объемная скидка. Структура, да, деньги со структурой. Мы с вами поняли, да, что у вас где-то момент 25 тысяч. Вот сделав сейчас тысячу баллов, берем десятка, двадцатка, тридцатка, сорокидесятка, пятидесятка, шестидесятка, ну и там. И вот чтобы вы понимали, сейчас ваш первый каталог работает. Тай, первый каталог работал. За тысячу баллов сделал, да? Миша? Да, да, тоже. Тоже, все за первый. Ну так обычно бывает, то есть вы что-то делаете за первый каталог. Вот вы заработали больше двадцатки. Как я это посчитал, потому что тысяча баллов это больше, это 20, я не помню сколько, 23-24 с чем-то. Нет. Да. Ну, на второй ступень вы посчитаете. Часть вы получили сразу наликом, 20 процентов. Десять. Двадцать процентов. Десять тысяч. И еще? Вот это еще десять процентов премиально, а потом объемная скидка в девять процентов, это еще восемь, получается восемнадцать. Это вы заработали за сколько тысяч баллов сделал? За три недели. За три недели вы заработали восемнадцать. Там вот с вами про месяц говорили. То есть если вы будете продолжать делать, то есть ну, можно считать заработок за три недели. Просто я когда своим ребятам, людям рассказал, мне спрашивают, сколько зарабатываешь? Ну, в три недели столько-то они говорят. Ох, вы в три недели, а в месяц. Понимаете? И вот чтобы посчитать, сколько вы зарабатываете в месяц, это вторая ступень все-таки. Умножьте на 1,42. Что такое 1,42? Это в одном месяце полтора каталога. Это сколько вы заработаете за месяц. Понятно? И вот умножая 18 тысяч на 1,42, получится 23 или 25, что-то такое. Понял? То есть за три недели, да? Если ты сделал тысячу баллов, за сколько ты еще баллов сделал? Вот за две недели она заработала 18. За две недели ты заработала 18. Десять тысяч разу восемь у тебя на объемной скидки. Ну, там девять, на самом деле. Девятнадцать. Видел уже? Сколько на объемке? Сколько на объемке? Ну, я не видел буквально. Восемь чем-то? Восемь чем-то. Восемь чем-то. Понимаешь, да? За сколько тысячу баллов сделал? За пять. За пять дней? Ну, за пять дней 19 заработала. В смысле, в последние годы? Три дня. Сколько? Три дня. Три дня. За три дня. За три дня 19. Сука, в 16 лет за три дня 19. Блядь, за три дня. В шесть лет. Блядь, в шесть лет. В шестнадцать лет. В 19. Чтобы вы понимали, в 16 я еще не думал вообще о работе. Я занимался спортом и вошел по два раза в день песок. Песочница и я вот все. Танчики играл. Лазер, Варкрафт, если быть точным. Такие деньги. В 16 лет, блин, я... У меня еще член не стоит. Да нет. Ну, в шесть лет стоит. Ну, короче, чтобы вы понимали просто. Ребята такие вещи делают. Вы такие вещи делаете, которые... То есть вы идете сейчас с именимными шагами. Вы делаете результат намного быстрее, чем я. Я сделал тысячу баллов за две с половиной недели. Тысяча пятьсот два балла. Второй раз я сделал тысячу баллов за три дня. Да. Вот я до уровня Сережи дошел за, блядь, шесть месяцев. Вот на шестой месяц я сделал за три дня. Так я это делал неделю. Вы понимаете, насколько вы выстреливаете, да? И вот вопрос о заработке. Вы заработали больше, чем двадцатку за месяц. Да, за две, за три недели там. За три дня кто-то тысячу баллов сделал. Ну, в среднем это получается где-то двадцатка. И вопрос, хватило ли вам этой двадцатки? Ну, во-первых, вы ее еще не почувствовали, потому что заказы не приехали, премия не приехала. Понимаете, да? Вопрос в другом. А если бы приехала премия, вам бы хватило? Да, наверное, и хватило, потому что у вас расходов нет никаких, правильно? Живете с родителями, все дела. Ну, кто-то не сходите. Да. Ну, все равно, ну, все равно, то есть как-то двадцатка, это так, понимаете? А если у вас еще не будут структуры, вы не будете делать продажи, что у вас будет? У вас будет план, как говорит Дмитрий Васильевич Чирченко, ППП. Не надо записывать, вообще ушки закройте, называется план. Пошло все по пизде. ППП. Пошло по пизде. Это вырезать. Так вот, я к чему? К тому, что если вы не будете делать тысячу баллов, у вас даже этого не будет. В итоге у вас будет мотивация работать? Ну, наверное, нет, если ты находишься на работе, на которой у тебя нет денег, понимаете? А нет денег почему? Потому что нет дисциплины. Поэтому есть лидерский клуб. И поэтому совет вам делать добрый уровень директора. Шестьсот пятьсот. А, тысяч. Тысячу баллов, чтобы у вас было поближко. И ваша задача поддерживать вот эти продажи до какого уровня? Когда их можно поднижать? Мышь и пыль. Да нельзя этим заниматься? Ну вот, когда можно будет избавить оборот в продаже? Ну и как его счетом можно? Ну, это ты глобально берешь. Меньше. Это на восемнадцать процентов. Вот это деньги с продаж, вот это деньги с структуры. Это подсказка. Двенадцать процентов. Да нет, ну... Двенадцать. Все просто. Все, намного просто. Сейчас, в этом месте, сколько денег вы заработали с командой? О, и с этой... с продаж. Двадцать. Ну, двадцатка. Ну, вы поняли, да? Да. Окей. А со структуры вы сколько заработали? Ноль. А если вы с продажей бы заработали ноль, сколько всего бы вы заработали? Понимаете по слову, да? Окей. И вывод такой какой? А, понятно. Продажи надо прекращать тогда, когда структура будет как бы их отбивать. То есть, чтобы у вас этот минимальный уровень был такой, какой он нужен. Вот здесь вот у вас лежок. Вот здесь у вас лежок. Понимаете? И ваша задача вот здесь вот потихоньку увеличивать продажи и все остальное. Уменьшать продажи, точнее увеличивать рекрутирование. И когда у вас будет нормально получаться денег со структуры, тогда вы можете сделать это так. Ну, смотрите, я последний раз делал продажи в 2013 году. Я. Почему так? В 2012. Ну, топ-2 то есть. Первое, мне запретили. Второе, мы честное здоровье. Ну, мне запретили, если бы честно. Я бы делал, наверное. Почему? Потому что, ну, сейчас вот, да, ты должен что-то продевать 200 баллов, но я домой заказываю помыться. Я заказываю домой помыться себе, родителям все, там уже больше густа получается. Понимаете, посылки? Тебе не нужно делать продажи. Ты заказал домой косметики и все, к примеру. Это как посылки. И вот ты завязываешь с продажами, когда тебе дают структуру деньги. Но если тебе структура деньги не дает, и ты завязал с продажами, что будет? Ничего не будет, уйдешь. Потому что нет денег. Т.Д. Нет денег. А максимально дают скидки, если тебе не подачу. А ты никогда не снимешь. Но, вы открываете ИП. То есть, когда у вас будет структура от структуры, это будет 15-22%. И тоже открывается, а не в Т.Д. Нет, доходим на 12-23%. Я имею в виду это смысл. Если у тебя будет на объемной скидке денег больше, нежели ты можешь снять продажи, и ты идешь и открываешь ИП. Понятно? Букв-то тебе 15 лет, или 22, или 80 лет. Объемная скидка создана, и должен не платить налог. Да, объемная скидка это потрясающая штука. Когда у вас будет ИП, вы будете налоги платить. Это сильная информация, она вообще не нужна здесь. Но все-таки. А пока у вас нет ИП, вы налоги не платите государству вообще. Только НДС. За вас уже заплачены. Понимаете, посыл? И вы завязываете с продажами, вам все деньги приходят на карточку, и вы приходите, например, как Нигина любит, прийти в магазин, провести карточку и купить такое красивое, такое, нижнее, пружинное, бирю. То есть, сразенька. Не любишь, ну, тогда, Сережа. Ну, вот, понятен посыл, да? 15-20 лет. Что такое, как уйти плавно от продаж? Понимаете, да? Когда структура будет давать деньги, да, сейчас вам нельзя не делать продажи, потому что у вас не будет денег. И вы теперь понимаете, насколько сильно продумана система Intel Cell Group. Она автоматически поддерживает вашу жизнеспособность. То есть, если у вас есть деньги, вы с нами, если денег нет, вы не с нами. То есть, вы делаете продажи, вы выполняете норму по продажам. И вы здесь, и у вас есть деньги. Вы не делаете норму по продажам, вы консультант, у вас нет денег, учитесь зарабатывать деньги. Понятно? Когда есть структура, все, у вас норма по продажам отмотает ноль. Не нужна она. У вас есть норма по людям. Вот по людям она нужна. Это вторая ступенька. С этим понятно, как уйти? Да? Это вторая тема. У вас все окей или перерыв небольшой сделаем? Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Единственное, подождите пока. Мы пойдем в сильном скоростном темпе потом. Потом здесь будут собеседования. Где-то через час мы отсюда перейдем в служебное помещение. Окей? Пока перерыв. Давай, выходим на перерывчик. Подышите воздухом, попейте водицу. Ну, вообще, в планах до пяти. То есть интенсив длится до пяти. Но я думаю, мы быстрее закончим. Я не знаю, если точно не скажу. Лучше галдошу постарайся. Уже сильно убивают тетяну. Сорик, потому что если были ноги, там сразу фьюризал западом сухой. Две, третья. Смотри. Да. Да. Блин, выходит. Приходит. Сейчас надо проветриться. Что, поедут? Что? Все, да. Ну, я говорю мне... Запишите, народ. Запишите, едем дальше. Презентации плавного... Вы поняли, да, как уйти от продаж? Да. От продаж, да. Точно поняли? Да. Хорошо. Следующая тема у нас. Напишите. Технология работы с клиентской базой. Сейчас я вам... Вот сейчас мы плотно к продаже подошли. Сейчас я вам скажу, как пробивать ЛК, как работать с клиентами и как работать с ними. Мне нужно. Ст Physical Duty Артем. Стро. Да. Да. Хорошо. Что? Я думаю, что это... Так. Ну все. Уже не до нее. Давайте заканчиваясь покушать, мы потом тоже перерывчик сделаем небольшой. Просто мы на перерыв должны были уйти на 5 минут, ушли на 15. Мне все равно я могу общаться хоть до утра. Мне дайте водички и периодически какую-нибудь еду. И все. А он... Мишанин не еду надо, и за все пациенты, наверное, тоже. Техника, технологии работы с клиентской базой. Что такое клиентская база? Сначала скажите мне. Твой постоянный клиент. Конкретизируйте его. Постоянный клиент это кто? Человек, который... Да, я отец, это тоже. Пользуется косметикой Арифлейм и периодически ее заказывают у тебя. Ага, как часто. Не-не-не-не. Он может и чаще заказывать, а может и реже. Да, да, да. Он не заказывает у других, в общем-то, да. Да, 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 да. Сразу объясняю. Формулировка постоянного клиента. Запишите. Постоянный клиент это тот, кто не предает. Вот это будет точно. Все. Что такое преданность? Во-первых, он будет заказывать. Во-вторых, он не будет заказывать у остальных. Это по клиенту и преданности. Аргументирую. Ничего страшного, если человек не заказал в один каталог, во второй каталог или в третий. Неважно. Да? Но если он не заказывает четыре каталога, это уже не постоянно. То есть вы с ним работаете три каталога в периоде. Вы первый раз ему отпускали, заказа нет, обработали его. Второй раз вы не отнесли, заказа нет, обработали его. Третий раз отнесли, заказа нет, вы ему сказали об этом. Я к вам больше не приду. Если вы сейчас не закажете, я к вам больше не приду. В течение трех каталогов вы не заказываете. Я трачу на вас время, мне с вами работы смысла нет. Понятно? Поэтому запишите. На третий каталог говорить все в лицо клиенту. На третий каталог говорить клиенту о том, что вы больше не придете, если не будет сейчас заказывать. Ходить к человеку, который не заказывает, смысла нет. Единственное, я хочу, чтобы вы понимали, кому стоит ходить. Вот если ваша клиентская база расположена вот так вот, и у вас здесь кто-то вот три каталога не заказывает. Вопрос, сюда стоит заходить или не стоит? Ну, блин, сойти все-таки относить. Сказать лицо можно, но... Да вы по дороге идете. Да, то есть проблем нет. Если у вас вот так клиентская база расположена, то заходите, пускай они 4-5 не будут заказывать. Когда-то они закажут. У меня заказывают четыре каталога клиента, но когда-то я заказал на 8 тысяч. Просто не надо было. Потом хоп, надо было. И праздники. А если бы не я зашел, зашел бы кто-то другой. У кого-то у другого был заказ на 8 тысяч. Понимаете? А если у вас клиентская база, вы живете вот здесь, и она вот так вот. Вы живете на Ленинском, а у вас клиенты, блядь, в Рыбацком, на Ахадосе. А, вот ты, блядь, в Рыбацком, и еще нормальная дорога. И стоит ли, блядь, вот сюда ехать? Вообще нахуй не стоит, да? Ваша задача скомплектовать свою базу так, чтобы клиентскую, чтобы она выглядела так. Вот кружок базы. Вот кружок базы. Вот кружок базы. Вот. Если вам нужно, вы удаляетесь. Обычно это 1 километр. Во все стороны. Понимаете? То есть вот ваши клиенты, и вот вот так кружок, кружок, кружок. Если позволяете. Как было у меня? Как было у меня? Для начала запишите. Расширять клиентскую базу. Это ваша задача. Расширять клиентскую базу. До 80 клиентов плюс. То есть нужно, чтобы у вас было 80 клиентов. Вопрос, почему именно 80? 80 клиентов могут принести достаточные заработки. 80 клиентов это стопудово тысячу баллов. Начнем с этого. Понимаете, да? То есть 100%. 80 клиентов обычно это полторы-две. У меня 72 клиента давало полторашку баллов. Я скидывал в чат, может быть, видно. 72 клиента, полторашка баллов. Точка. Все. 80 вам даст тысячу точек. Собудово. Понятно? Развивать до 80. И я объясню, как на меня это все выглядело. И вы спланируете для себя. У кого клиентская база будет реально рядом с домом? Где у тебя клиентская база? Северная комеда. Северная комеда. А живешь? Северная комеда. То есть, а получается, если берем карту Питера, вот это Ленинский? Да. Вот это Северная, а вот это Каменский. Как так получилось? Магический образ. Большая часть где сформирована? Северная. Северная. Окей, хорошо. У нас Сережа. Нет? Живой на ветерана. Большую всего самолосу. Да. Три-четыре самолосу. Я живу на Гражданском. А там просто 8 километров между Гражданским и просвещением не на одном проспекте. То есть, получается, посередине. Это как культура, знаете? Да. Знаете, сколько там метро? Там нафига. Да. Короче, у тебя клиентская база вот здесь. Нет, нет. Тут двух метров. Между просветом и Гражданским. Ну, вот тут. Это база, вот здесь Гражданским. Короче, ну у тебя на одном районе, получается? Да, у меня на одном проспекте. На одном проспекте. Ну, да. Окей, Миша. Хорошо, хорошо. Я же в Кушкине. О, блядь, ты прям красавца. У меня немного там есть и тут навиделся. Большая часть, да. Ну, ну, поровно. Что вы видите на этом рисунке? А, все очень плохо. Нет. Нет, почему плохо? На тебе блогер, да? Кит, точка. Кит, точка. Почему плохо? Короче, если анализировал. Миша молодец. Спасибо. Таня, плохо. А потому что ты разрываешься на два конца. Ты бежишь на зайца. Ты не догонишь. То есть вот я тебе отвечаю. От Кушкина до Риговской и обратно не догонишь. Туда-сюда таскать очень много времени. Вопрос не в тысячи баллов у вас. У вас вопрос времени. Можно тысячу баллов сделать? Вы ее сделаете. Вопрос вы ее сделаете за неделю, за три недели или за два дня. Едина. Большая часть там, окей. Ну, далеко, ну, тоже не у дома. Ну, у Тани в чем? Пил суток? У Тани тоже не у дома. Потому что вообще я ходила, там вообще никого не заказывали. У меня все такая. Они, наверное, еще после меня не отдашли в течение этих пяти лет. До сих пор их в. Короче, давайте вывод. Катастрофичного ничего. Но я вам обрисую, как выглядела моя клиентская банка. Вот здесь вот, чтобы не стирать рисунок нам понадобится. Вот это станция метро Ленинский проспект. Вот это станция метро Проспект Ветеран. Артем Андреевич проживал в 10. Это бульвар новаторов. Что такое бульвар новаторов? Это пиздец. Там выход есть из метро и на Ленинском. Там за бульвар новаторов? Да, да, да. То есть, вот только выход здесь, а не здесь живут. Что такое бульвар новаторов? Вот здесь лес. Что это не лес? Там волки бегают всякую. Ну, да ладно, парк. А, он вот так вот. Вот здесь дорожка. Вот здесь тоже парк. Это свое лето, вчера был. Здесь организации. Вот здесь. И вот здесь. И здесь волки. Ну, ты слегка не одет. Ну, да, вот здесь вот у меня... Это все. Вот куда, блин, я мог сунутся, а у меня в пивном даже вот здесь был. Вот здесь семья через дорогу. Как выглядела моя клиентская база в первой каталограме? Вы запомнили, да? Да. Как выглядела моя Ленинский ветеран? Вы... Е. Выглядела моя клиентская база. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. 1152 балла. 300 розных каталогов. С чем? Хорошо или плохо? Ну, при вашем месте жительстве, да и лучше, по-моему, идеально, да? Каталогов до хуя. Ну, то есть, я ж, знаете, их нашел. Я посмотрел. Вчера 350 было родно. Или 330, не помню. Ну, короче, больше 300. Я не херел, что там столько организаций. Я в оху, блин, блядь. Лес! Камуя белочкам оставил каталог. Не знаю, блядя. Ну, короче, 300. 1152 балла. Меня это радовало. Знаете почему? Потому что расстояние от меня вот до сюда и до сюда 500 метров. То есть, между станциями один комон. Все. Вот эта клиентская база была. Я был очень рад. Я иду на ветеранов в один день, обслуживаю. А во второй день я иду на Ленинский. А потом, когда я еду с офиса, возвращаюсь сюда. Все. Точка. То есть, чтобы сделать так Тане, Тане нужно вот здесь поработать, потом приходит сюда здесь поработать. Ну, к примеру, да? Или там Нигиня живет она здесь, работает здесь. Базара ноль. Просто если вы сможете так, будет охуеть. Окей. Другой мысль. Кстати, запомнили, да? Да. Это первый каталог. Второй каталог. Камера, что? Второй каталог у меня был. Ленис. Ветеран. Я. Еще бы. 900. Не помню. 870, ну короче, около 900. Все. И потом я полторашка скоммуницировался вот здесь. Объясняю для тех, кто и там живет и не понимает ничего. Есть французский бульвар. Здесь мои клиенты были. Их было там около 10 штук. С одной стороны, французского бульвар. Ну, блядь. Опыт, ребята. Опыт. Ну, это повторный каталог. Опыт. Ну, да. Да я не умею. Я, честно скажу, не умею работать с продажами. Я беру только коммуникация. То есть я не приходил, не говорю, здравствуй, тронкло, крик. Да, первый день было так. Потом было, что тут никуда не работает. Я подходил, так говорил. Девушка. Знаю, что это Сережа. У нас такие холодные руки. Но моя косметика, рифлэм, как я иду. Прям так? У них не было шанса. Пусть им было неотвертец. Не, прям реально. Ну, что-то в этом роде. А что делают девочки? Да, слушай, девочкам проще. Вы хотя бы шарите. Когда меня спрашивали, а вот это что такое? Потом. Я говорю, а... Как долго у нас будет еще разница между консилером и, блядь, тональником? Вы... Что это? Я тоже не знаю. Вы что это? А это крем. Я вижу, что это крем. А вот что можете сказать им? А... Ну... Зеленый, и вы же видите. Зеленый дегеночка. Вот. Понимаете? Вы хотя бы уговорить что-то умеете. Я первое время думал, что тут, что девушки волосы красить. Не рассказывайте это на базу. Мы уже пошли в эту традицию. Я, когда мне продукция прижала, я ее сам изучал. Я брал, блядь, лак, красил волосы. Как это, блядь, кракелюр работает? Что-то на нихуя не трескается. Вот это там надо было сначала, а потом... Ну, вы понимаете? Потом, блядь, сука, сцарей, стирается, блядь. Блядь, берешь, блядь, палец в бензин засунул, только так хотел. Вот я вот так и разведывал. То есть ты тупо приходишь, говоришь, молодой человек, здравствуйте, это вам как-то в рекламе посмотри на завтра. Мужчина и мужчина. Все понимаем, там, девушки есть дела. Все, я вот так захватываю. Моя клиентская база, французский бульвар. Вот здесь вот гинекологический центр инвитро, ВТП-шный банк, мебель какая-то ебучая, метрополиса, картриджи, это моя первая организация. Чай, альфа-банк, а, матино-обувь там вместо альфа-банка раньше была. Какой-то хуй съезд в подвал, блядь. Киоск с газетами, блядь, киоск с фруктами. Вот, Зиля, вот, блядь, она меня кормила, я ебал. Фрукты? Да, у меня всегда дома фрукты были. А потом ты приходишь сюда, у тебя здесь нарва. Да. И у тебя здесь мегабургер. А, вот здесь вот, блядь, еще семейный отчет, знаете? Да. Ебать. Пятерка каждый каталог. То есть ты заходишь в семейный отчет просто, у тебя там Талиб, Зухра, еще кто-то, все. У тебя пятерка отсюда. Потом ты идешь вот сюда, и здесь мегабургер. Ты заходишь в мегабургер, и в мегабургер, у меня до сих пор там, меня знают, блядь, мегабургеры. У меня до сих пор заказывают в мегабургере, блядь. Пять лет прошло, я туда, когда приезжаю, захожу, говорю, о, Артем, привет, я такой, блядь. Понимаете? То есть меня там бесплатно кормят, сука, до сих пор. А потом ты еще заходишь на арву. Ебать. 265, 264, Наташа, Вика, вот, а, не, у меня уже другой. Короче, у меня кошелек есть, вот я вам сейчас покажу. Это, я просто, я до сих пор, меня он радует, у меня клиенты были, у меня очень много подгонов. Этому кошельку пять лет, он за настоящей кожей, ему бы эту, ну да, он немножко потерся, но ему похуй. Я у клиента его взял за полторашку, что ли, хотя вот такой стоит восьмерка. Это у Жанны, да, и моя первая сумка Prada также была оригинальная, вот это из Нарвы, это из Нарвы. Очки там, из вот, очков, которые вот здесь вот тоже, там, блин, а у клиентки в мехах на третьем этаже в Нарве я, блядь, гречку ел с мясом, пока она шубу продавала. Даже фотка до сих пор есть. Я сижу, жру там, вот это вот, она что-то продает, заберет, закрывашку, блядь, делай, закрывашку, рехэш, блядь, расширяй, расширяй, Лена. Вот так вот это выглядело. Потом ты перешел из новой Нарвы в старую Нарву и все. Вот и все. Как на Ленинском не сделай две тысячи баллов, ну я не знаю. Ну заходишь ты в каждую дверь, все. Вот так бы было располагаться на клиентской базе. В какую дверь я бы не заходил, у меня была Кристина, у меня был сущий Сидетослав Кольгоревич. Ебать, ну вот здесь еще фрукты были, у меня были двое фруктов, отвечаю. Только потом вторые снесли вроде, и сейчас на мне там видно. Вот здесь фрукты были и здесь, это ебать, это мои две самые сладкие. В одной у меня всегда была клубника, а в другой на нас. Так не было. Ладно, тебе это посадить. Короче, просто в каждую дверь заходя, там, организации хуево туча, там, обосраться можно. А если ты на ветеранах с этот рынок обработаешь, у меня на рынке были клиенты. Рынок это пиздец, это просто пиздец, это ебать пиздец. Нет, рынок, там просто рынок. На нем написано, рынок. Вот и все, что там есть. Короче, я вам к чему, к советам. Что делаем? Комплектуем базу. Даня, постарайся переехать отсюда, сюда. Ты и с Сережей уже живешь или еще нет? Где Сережа живет? Короче, смотри, если вы будете жить с Сережей, вы переезжаете вот сюда, и ты оставляешь клиентскую базу здесь. Если ты будешь продолжать жить здесь, то комплектуй здесь, чтобы туда время много тратить. Понимаешь? Желательно всем остальным тоже перенести базу ближе к дому. Ну, Миша, отлично. Ну, вы поняли, как комплектовать базу? Да. Вот вы сейчас пойдете обрабатывать клиента, Сережа, на комменту, не езди больше, ну это пиздец. А ты что там делал вообще? Как кто попал? Да, ну, бабушки. Ну, если к бабушке ездить каждый раз, то ладно. Наверное, нет. А где ты 25К собрал? Короче, ну, все на этом. Короче, вот, ты или вот здесь, Сережа, еще раз, у дома, или вот здесь, акцент, одна точка. И вот у тебя есть точка, и ты расширяй ее. Расширяй ее. То же самое, Таня, расширяй. Расширяй ближе к дому. Прокладывай тропинку. К банщикам раздавай каталоги. У тебя там тоже, блядь, лески, тайга. Ну, недалеко. Ну, вы поняли меня с клиентской базой, да? По моментам, что нужно сделать? Довести до 80 этих постоянных клиентов? Вам нужно. Еще по тезисам, как с ними работать, и что нужно делать с каталогами. Объясняю. Сейчас мы будем рисуночек рисовать. Рисуночек увидеть вот так. Какой у нас сейчас каталог? Девятый. Десятый, шестой. Скоро десятый, окей. Вопрос на засыпку. Таня отвечает. Все остальные молчат. Сколько недель в каталоге? Номер 9. Три. Все, этот пристал. Хорошо. Недели отвечает. Это тебе будет сложнее. В десятом. Сколько недель в десяток? Это очень сложный вопрос. Можно взять с помощью друга. Нет, она просто есть. Сколько? Три. Да. А бывает такое, что в каталоге 4 недели? Потому что 2 месяца. Ну, 21 недели. Два раза в год бывает каталог по 4 недели. Это каталог номер 17 и каталог номер 1. Последний. Первый, последний. Первый, последний. Окей. Вы нарисовали? Присо, спасибо. Что мы сейчас с вами получим? Я вам объясняю. На каждой неделе важно заниматься и нужно заниматься своими задачами. Так, у нас стоит. 20. Больше купить. Сейчас самое важное будет распределение рабочей силы. Объясняю. Запишите себе ниже. Нельзя всегда делать все. Нельзя всегда делать все. Как понимаете? Объясняю. 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 У вас три основных задачи как у руководителей. Ну, они с обязанностями пересекаются. Здесь очень важно, чтобы вы понимали. Первая ваша обязанность, это какая? Да, нет. Ну да, по нормам. По нормам обязанность какая первая? В смысле, ЛК? Да, да, да. Это продажа. У вас есть три действия. Запишите. Первое ниже просто пишите. Мои три действия. Первое. Это продажи. Второе. Это что? Налог по людям. Вот. Рекурсирование. Да, это вторая задача. Вы сделали первую, перешли ко второй и третье, последнее. Мы сейчас про ваши действия по неделю будем говорить. То есть на какой-то неделе важно заниматься продажами, на какое-то рекурсирование, на какой-то... Это вот и есть продажа. Это приветствие оборота. Это все по продажам. Консультант им что-нибудь делал. О, точку попал. Что ты делал? Работа с командой, да. Запишите команда. То есть вот это ваши три задачи на каждый каталог. Первое. Это работа с продажами. Второе. Это набирать новых сотрудников. И третье. Работать с сотрудниками. Вот теперь вопрос. У нас есть три недели, и нам нужно все правильно и грамотно расставить. Но перед этим. Вот эта интерпретация недель, она так. Чтобы вы понимали, для смертных простых, мы из ряда вон выделяющиеся, так мы знаем. Поэтому у нас интерпретация недель другая. Может быть, кто-нибудь знает ее. Нулевая. Нулевая. Нулевая какая неделя? Это третья неделя предыдущего того. Абсолютно правильно. Какие еще недель будет? Здесь сложнее. Минус первая и минус вторая. Минус первая. Нулевая. Нулевая. Поясню. Ваша главная задача – научиться работать заранее. Помните себе. Научиться работать заранее. Это то, что вам нужно. А вам нужно научиться работать заранее. Для этого вам нужно много всего опробовать, много всего сделать, много всего перебороть, переделать и т.д. и т.п. К чему это все? Вот сейчас есть девятый каталог. Но вас он интересует посредственно. Вас интересует десятый. Почему? Чем раньше вы начнете здесь, тем больше будет результат здесь. Понимаете? Можно до последнего бомбить по девятому, и потом неделями разгребать все, что происходит с ними. Как сейчас у нас. Ну, то есть так получается. Что в прошлом вы бомбили, а в этом такой дух встречен. Понимаете? То есть ты должен работать заранее на опережение. Это важно. И когда у тебя бутылка по 10 каталогу, ты должен его собирать не в 10, а еще в 9. Заранее. И вот это – минус вторая неделя 10 каталога. Это минус первой недели 10 каталога. Это нулевая неделя 10 каталога. Это первая неделя 10, это вторая десятая и третья десятая. То есть у вас на один каталог сколько недель? Шесть. За шесть недель можно ли сделать 22%? Да. Шесть недель. Шесть? Больше чем месяц? То есть надо, получается, в девятом итоге ходить уже с самого начала с десятым каталогом и собирать и правильно? Нет, нет. Не совсем правильно. Нужно просто закрыть ЛК и ходить с десятым. Вот сейчас нам нужно разобраться, на какой неделе у девятого каталога чего нам нужно делать? У нас закрыть ЛК. А ну или вы уже собирать ЛК? Да. Давайте так разберемся. Сейчас у вас баллы не пробиты, правильно? Пробиты. Сколько баллов по девятому? Пробитых. 250 в общем. Молодец. 160. Молодец. 50. Молодец. Сережа, пока. Друзьяк. Нам понравилось это 650 к концу следующего воскресенья? Вам нужно 650, примерно в девятом каталоге. Да, весь каталог? Вообще да. Но у вас задание будет за это сделать. Сейчас подождите, объясняю. Три действия. Три действия, которые нам нужно сделать. Да? Это какие? Кодажа, рекрут и обучение. Правильно. Окей, хорошо. Теперь вопрос. У нас этот каталог будет полноценный по всем этим трех задачам или нет? Нет. Почему? Потому что уже неделя прошла. Потому что уже неделя прошла. Раз. А два? Потому что у вас обучение... Вас еще не обучили, да? Обучать некому. Три. Вы еще не умеете рекрутировать. Правильно? Поэтому вот эта неделя, вот этот каталог, он будет такой стартовый, чтобы вы вошли в процесс. Вот эта неделя у нас есть? Нет. Почему нет? Она кончилась. Она кончилась. Вот эта неделя у нас есть? Когда она начинается? Завтра. Сегодняшнего дня. Воскресенье не принципиально. Уже все. День почти прошел. Что мы делаем на этой неделе? Шестьдесят. Да. То есть занимаемся? Продажей. Продажей, да. Вот здесь вот пишем. Здесь две продажи. Субцентрами. Синий ксеточку. Да, сделайте следующий. Я вообще вас просил сделать до этого. Ну да, заказы, претензии нулевые. Претензии нулевые. То есть мы работаем, работаем. Продажи. Ну, здесь очень важно понимать. Продажи по какому каталогу? Субцентрами. Да. Сколько вы запишите? Девятый каталог. Девятый кат. Шестьсот пятьдесят ББ. Шестьсот пятьдесят ББ плюс. Если вам надо больше, я больше. Окей. Теперь вопрос. Вот здесь вот. Мы чем занимаемся? Собираем десятый. Ну, десятый. Уже вообще вовсе десятый. Еще раз. Да, да. Десятый. Мы собираем продажи. Десятый. Очень хорошо. В точку. Да. У вас получается эти две недели будут продажными? Почему? Потому что мы переходим на новый элемент работы. Заранее. Вот здесь вот вы занимаетесь тоже продажами. Только какими? Десятый каталог. То есть, у вас есть сейчас неделя. Ваш основной приоритет на эту неделю какой? Шестьсот пятьдесят ББ? Шестьсот пятьдесят. Продажи по девятому каталогу. На следующей неделе у вас какой такой приоритет? Шестьсот пятьдесят ББ? И это différent. Продажи по десяточным каталогу. Окей. Вот этот каталог у вас вводный. Понимаете? Поэтому сейчас вы работаете плотно с клиентами. Не хватает клиентов? Расширяем. Хватает? Зарипись. Понятно? А десятый вы уже показываете свою клипу, то есть настоящую боевую мощь. Понятно? И здесь у нас есть уже плотно три задачи, которые мы расскажем, потому что у нас выполнена ЛК, по десятому собрано все. То есть каталог только начался, когда нужно пробивать ЛК? Вот здесь. Вот здесь воскресенье, по десятому каталогу, заранее. Понятно? И у вас остается три недели свободных на все. Понимаете? Окей. У нас есть три задачи. Теперь давайте по умному распределять, чего, куда. То есть у нас вот это вот тоже получается. Минус вторая, минус первая, нулевая. На минус второй неделе, десятого каталога, что мы делаем? Перебивайте. Нет, перебиваем ЛК. Ну, если они не добиты. А они должны быть? У нас уже нет. Но может такое быть, что за... Если может, это... Это резервная перестраховочная. Потому что, смотрите, если вот здесь вы делаете продажи по десятому и не успеваете до воскресенья, вы консультант. Понимаете? Вы не успели пробить баллы. Все, пиздец. Сто хрумышка. Не для комедии. Понимаете? А если вы здесь не успеваете, у вас есть относательный круг. Целую неделю. Понятно? Но лучше до этого не доводить. Чтобы собрать шестьдесят баллов, шестьдесят баллов и до заказов, на сколько получается? Тридцать две тысячи. Сколько? Тридцать две тысячи рублей. У вас есть семь дней. Четыре с половиной. По четыре с половиной недели. Много? Тридцать две тысячи рублей. Для кого-то это... Для кого-то это... Для кого-то это... Для кого-то это... Вот как для вас... Неизвестно, да? То есть вы сами определяете. Но за неделю надо сделать, чтобы дальше перейти к серьезной работе. То есть здесь вы видели продажи. Все, следующие две недели вы о них ни слуха не думаете. Понятно? Вы о них не слышите. Все. А не так, что вы всегда продажи, продажи. Вы приходите, говорите... Я помощник руководителя. Тебе про чем занимаешься? Продажи, 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 продажи. Я руководитель. А чем занимаешься? Продажи, 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 продажи. У меня собственный бизнес. Что делаешь? Сам хожу, продаю, продаю, продаю. То есть чтобы не было этого. Каждую неделю каждое дело. Понятно? Это то... Если вы будете заниматься продажами здесь, в последний момент убивать, это то же самое, чтобы я сейчас, не знаю, начал работать с консультантами. Ну это пиздец. Это был, что у меня нет на это времени. У меня есть время там на развитие системы, как сделать из 5 лямов 10 за каталог за месяц. Как сделать так, чтобы вам лучше было работать, какие бонусы выписать или нет работы на сроке. А вот сейчас это самый неприоритет. И у вас вот здесь вот неприоритет работы продажи. Окей, получается здесь мы что делаем? Обучаемся. Кого обучаем? Обучаемся. Вот у вас есть три действия. Первое – продажи, второе – рекрутирование, третье – команда. Работа с командой. Не рекрутирование. Почему команда? Не, начало каталога, надо, чтобы было больше людей. Каталоги еще более-менее свежие, эти консультанты, и самое то, потому что продажи у тебя сделаны, и не нужно приятствовать лишний раз. И больше времени мои колеси соблются с обещениями, а до лета это уже будет плохо. Потому что пока не придут, зарегистрироваться, все получат. Уже там вторая неделя, а вторая неделя это уже дело. И ты прав, и ты прав. Почему здесь прав, Миша? Потому что у вас нет команды. С кем, блядь, работать будете? У вас нет никого. Вы продажи две недели делали. В другой момент, ты тоже прав. Нахера рекрутировать? Если вы здесь зарекрутируете, они только здесь получат каталоги, понимаете? И вот здесь начнут работать. Глубо говоря, неделю. Мало остаток времени. Но все равно здесь правильный и главный приоритет – это команда. Команда. Приоритет. Вы записали себе? Работа с командой. То есть сходить с ними в поле, раздать каталоги, созвон, встреча по карьере, по дуплицированию, по раздаче по сбору, по продукции, по всем остальным моментам. Возможно, попросить человека купить у кого-нибудь. Возможно, заняться. Если у вас нет команды, действительно, вы здесь рекрутируете. Но по-хорошему, пока вы проходите интенсив, вот здесь вот, у вас будет задание по второй ступени интенсива зарегистрировать столько-то людей. Пять человек сделать. И у вас здесь будет команда, с которой вы будете работать. Но приоритет у вас будет не рекрутирование, а продажа. Понятно? Вторая неделя. Вот здесь вот на что? Минус первое. Ну, уже в пятьдесятом предполагаемый одиннадцатый каталог. Рекрутирование или продажа? Два. У нас, мы команду вписали, осталось... Рекрутирование, точно, чтобы они к одиннадцатому успели. Почему не продажа? Ну, потому что нельзя в то время делать продажи. Слишком часто получается. Правильно, рекрут. Все, круто. И у вас получается, что вы здесь зарекрутируете людей на одиннадцатый, то есть на опережение. А наша задача работает на опережение. Скорее всего, у вас будет так. В этом каталоге у вас получится пробиться, там, около тысячи баллов. Потому что вы, кто-то из друзей, может, позовете, еще какая-нибудь жопа произойдет, и т.д. и т.п. Сколько у вас будет в десятом? В десятом у вас будет, скорее всего, тысяча восемьсот. Потому что вы в продаже, кто-то отсюда останется, вы нарекрутируете за интенсив, здесь с командой поработаете. Тысяча восемьсот получите, не больше. Ну, может, больше, неизвестно. Но ваша задача сейчас не гнаться за этими цифрами, а выстроить работу заранее, чтобы все получилось хорошо. Окей, ну и здесь мы, получается, чем занимаемся? Одиннадцатым каталогом с продажей. Да, продажи по одиннадцатому, чтобы сделать все заранее. Самое классное, пока вы будете делать продажи на одиннадцатый каталог, вы будете водить с собой людей, ваших консультантов, которые будут обучаться. И, чтобы вы понимали, да, одиннадцатый каталог, у вас будет семь с половиной тысяч баллов плюс. Просто потому что у ваших людей будет пять недель. Пять. В лучшем случае. Пять, блядь. На то, чтобы сделать тысячу баллов в одиннадцатый. Вот, чтобы здесь еще запрепутировать. Раз, два, три, четыре, пять. Понятно? Вот эта работа на опережение. Вот эта работа заранее. Резюмирую. Сейчас, за эту неделю, нам нужно собрать шестьсот пятьдесят. Чтобы не пошло все попести. На второй неделе, ну то есть дальше, мы собираем шестьсот пятьдесят по следующему. Чтобы следующий каталог мы не проебали, не бегали, как бешеные обезьяны, последний день. А, бля, мне л-ка надо пробить, бля, бля, кир, на полу консультантов. Я вот периодически встречаю это. Потом вы работаете с командой, которая у вас образовалась. Если ее нет, больше времени на реку. Здесь вы полностью убошите реку и пишете всех на следующий каталог. То есть вот здесь, на второй неделе, запрещено давать людям текущие каталоги. Понятно? На второй неделе нельзя им давать каталоги текущего периода. Понятно? Я не поняла. Что не хочу? Вот здесь вот, смотри. Они подписали в десятом каталоге, где их зарегистрировал договор. Но ты им говори, чтобы они в Reflame брали каталоги одиннадцатого периода. Зачем подавать? Потому что в А4 режиме. Работа на А4 режиме. Окей. Мы работаем с командой. Здесь мы рекрутируем на одиннадцатый каталог. Здесь мы делаем продажи по одиннадцатому. В одиннадцатом каталоге все то же самое, что и в десятом. То есть команда рекрут продажи. И так всегда. Команда рекрут продажи. Но в одиннадцатом у вас уже будет семьдесятсот бонус баллов по одной волшебной и важной причине. Потому что в десятом вы зарядили всех на одиннадцатый. Почему такие планы выполняются? Двенадцатом. Они выполняются, в большинстве случаев, если правильно под этим делом. Да. То есть в двенадцатом не будет семь с половиной? Почему? Потому что людей не заряжаем. Но в десятом было две недели, чтобы зарядить. А в одиннадцатом они будут работать эти две недели. Этипродам даешь. А новые-то у тебя будут? Этипродам просто даешься. Новые-то у тебя будут? Так что они не разрешили. Время. Нет, смотри, вот у тебя одиннадцатый каталог. Один, два, три. Чего ты занимаешься на первой? Командой. Да. На второй рекрутированием. На двенадцатый каталог. Здесь продажи. То есть у тебя по одиннадцатому каталогу работают люди, которые с десятого пришли. И у тебя, скорее всего, здесь будет инструкторов пять. И ты уже можешь работать с инструкторами, обучать их. Ну, короче, там уже пиздец. Для начала. Сделайте в этом так, в этом так, в этом так. Сколько это по заработку? Ну, 60 вы в месяц заработаете и будете счастливы. Ну, 7500 баллов это в среднем, ну, 60 месяцев. Окей. Тезисы работы с клиентской базой. Запишите, что мне делать с клиентской базой. Запишите, что мне делать с клиентской базой. Сейчас я вам все доступно разъясню и разложу. Что вам делать, чтобы у вас продажи получались? ЛК пробивалась, ВВшка крутилась, ЛВшка мутилась. Заказывать каталоги следующего периода. Заказывать каталоги следующего периода. Первый день работы сайта. Заказывать каталоги следующего периода. Первый день работы сайта. Из тех, кто пробил баллы, то есть все, кроме Сережи. Заказала 11, ты бил? Да. Сколько штук? Нет, не 11, а 10. А, да, 10. Сколько штук? Да, 10. Молодец. Заказал. 94, 10, 1. Запиши себе следующий заказ. Обязательно. Если заказал. 94, 10, 1. Как узнать код каталога? 94, номер каталога и 1. 94, номер каталога. Да, и здесь номер каталога. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 94, 10 и 1. Внимай. Я хуй знаю, кто так повелось. Я не знаю, почему это такое. 25 штук. Закажи, если не заказал. Хорошо. Уже нужно. Беги на улочке. Заказал каталог? Запиши себе, закажи. Заказала? Заказала. Записала, заказала. Ты пробивать заказ будешь? Понятно? Это первый момент. Заказать 25 каталогов в следующий период. Ага? Ага. Хорошо, окей. Первый момент. Второй момент. Запишите. Обойти всех клиентов с новым каталогом, обойти всех клиентов с новым каталогом на нулевой неделе. То есть, сейчас вы обходите всех, ну, как мы с вами выяснили, с каталогом номер 9. С каталогом номер 10 вы начинаете обходить всех со следующей неделе. Маляна? Маляна. Окей. Третий момент. Всем клиентам дать анкету постоянного клиента. Всем клиентам дать анкету постоянного клиента. Там 50, наверное. Честно. 50. А что за мы выигрываем? Вот наш смартфон. 15. Вот у вас есть неделя на все, про все. За неделю, чтобы найти еще 45 человек, которые закажут. Сколько у тебя клиентов заказывал? Очень много. Очень много. 50 есть. Тебе придется поработать. Где-то с 38 заказывать. Ну, тебе чуть поработать. Да, я закажу много. Много? Окей. Что я сказал? Вашим клиентам задавайте себя. Ну, ваша анкета. Анкеты. Это да. Всем клиентам дать анкету постоянного клиента. Я скажу, что это такое. Мы чуть позже это разберем. Просто поймите, что это самое важное сейчас в вашей работе. Это то же самое, что пробить 650 баллов. То есть не оставить анкету, не пробить 650 баллов. Я сейчас объясню почему. И последнее запишите себе. Внести всех клиентов в электронную таблицу клиентов. Меня отправили, но он не работает. В телефоне он не открывается, я не могу. Гугл таблицы скачаю. На айфон качаешь гугл таблицу, он откроется. Внести всех клиентов в электронную таблицу этих клиентов. Последнее. Раздать 50 каталогов по новым клиентам. Надо еще 20 лет. Нет. За неделю? А, все, все. Да, вот это ваши задачи. Вот что вам нужно делать. На любой неделе. Вот это вот по работе с клиентом, но на любой неделе. Первая у вас задача какая? Заказать каталоги следующего периода. То есть сейчас вы уже должны были заказать еще на прошлой неделе каталоги следующего периода. Десятого. Мы же будем работать как в начале воскресенья. Пока не дойдут, пока ты их оформишь. А вдруг ты проебешься, а вдруг ты забыдешь. Знаешь, сколько таких случаев? Только увидите за прошлой каталоги в воскресенье или в субботу. То есть неделя где? Животник. И таких примеров их дохера. Вот лучше, чтобы они лежали у тебя дома. В принципе, нахера работать на нулевой, если можно успеть на первой. Понимаешь, в чем посыл? Работа заранее. Выстраивайте все заранее. То есть вы должны быть готовы проводить мероприятия заранее, делать продажи заранее, работать с людьми заранее. То есть вы должны идти быстрее, чем тем. У меня ребята, когда был такой момент, они шли на первую ступень интенсива, они уже рекрутировать умели. Они уже знали всю вторую ступень. Когда шли не на вторую, они уже всю третью знали. Когда они шли на третью, у нее, блядь, уже 15% было. Понимаете? Костя, мастерский интенсив пошел на 18% было, наоборот, 5000 баллов. Что такое работа заранее, понятно? Поэтому каталоги должны у вас лежать. Вы должны были заказать каталоги еще заранее и приучивайте к этому своих людей. Блядь, это пиздец. Чтобы в первый заказ обязательно добавляли 25 каталогов в следующего периода. Потому что если этого не будет, будет полный пиздец. Понятно? Понятно. Так, что-то заявлялись мы. Да ладно, давайте прорепендируем, мы будем освобождать новую. Первое. Заказывать каталоги до начала. Сразу же в первом заказе в следующий период. Вторая задача какая? На нулевой неделе с новыми каталогами всех обходим сразу же. После этого? Во время этого. Отдай макету постоянного клиента. Сейчас следующая тема будет. Про анкету я расскажу. По электронную таблицу. Их всех по электронную таблицу, чтобы знать, кто, когда, чего заказал. Понимаете? Где находится. Чтобы не забыли то, что в голове флорунируешь. Я знаю. Я пытался. Закончилось плачевно. И раздать 50 каталогов по новым клиентам. В эту же мировую неделю. Все. Это все, что вам нужно делать. Обведите в рамку. Вот так. И потом куда-нибудь перенесите. И следующая тема. Запишите анкета постоянного клиента. Сейчас я вам расскажу про анки. Не распечатывай. Ну ничего. И пока просто запишите анкета постоянного клиента. Так, пока печеньки, хуеченьки. Вот это все. Перерывчик сейчас небольшой. Отсюда пока не выходите. Мне нужна будет ваша помощь. И мы с вами перри это.